Нежданно, негаданно, но Аризона Мобайл, или вы уже знаете ли, Самп Мобайл, Самп Антроид и все прочие вещи, они преподносят нам интересные вещи, знаете ли в чем дело, потому что сегодня у нас очередной, а у кого у нас, вот я постоянно говорю, у нас, у нас, у кого у нас, у меня, сегодня у меня очередной обзор каких-то вот таких, знаете, будущих обновлений на проекте Аризона РП, и в частности на Аризона Мобайл, на Самп Мобайл, потому что теперь Самп Мобайл, это уже давно Самп Мобайл, и я об этом уже рассказывал когда-то очень давно, когда это еще называлось все Аризона Мобайл, в общем, если вас все это заинтересовало, вы хотите узнать, какой Аризона Мобайл, при чем тут Самп Мобайл, при чем тут Самп Антроид и все прочие вещи, то разумеется, заходите там по подсказке, или там просто находите этот видеоролик на моем канале, смотрите, рассказывайте друзьям, рассказывайте подругам, рассказывайте родителям и прочим, возможно, людям, Поэтому, если вам всё это нужно, ёпта бля, как говорится обычно, то, разумеется, переходите и смотрите всё это там, тут и не только там, и не только тут. Поэтому перейдём к самой новости. Arizona Roleplay взялись за доработку мобильного клиента и продемонстрировали текст здравы. По сути, они ничем не отличаются от компьютерных, но слегка увеличены для того, чтобы игроки смогли легко попасть пальцем по нужной кнопке. И тут, знаете, вот у меня есть кое-что такое. Вот недавно я зашёл на канал Мистера Аллена, чисто в таких, знаете, аналитических целях, посмотреть, что снимает мой дорогой коллега. По совместительству, по-моему, один из самых популярных по подписчикам людей во всём этом GTA, сам по ютубе андроидовском, потому что я уже как бы наполовину там, может быть, уже больше, чем наполовину я вот во всех вот этих вот андроидах, телефонах. Мне постоянно пишут, постоянно добавляются друзья, говорят, мол, слушай, а вот как тебе тот мобильный проект, а как тебе вот этот вот мобильный проект? При том, что начинал я вообще с абсолютно другого, и сейчас мне немного, так знаете, возможно, даже стыдно. Однако, не будем стыдиться, не будем стесняться, потому что я рассказываю историю. Недавно захожу на канал Мистера Аллена, и у него там видеоролик насчёт того, там что-то про Arizona Mobile, я не знаю, что вообще он там снимал всем вот этим вот своим видеороликам, что он показывал. Но вот то, на какой момент я лиснул изначально, и то, что я вообще посмотрел, то, что он нажимает на банкомат, заходит и смотрит такие, ну тут типа обычные такие, знаете, вот эти вот все диалоговые окна, полупрозрачные, чёрные, всё прочее. Я такой типа, серьёзно, а уже же даже Black Rush изменила свои вот эти вот диалоговые окна на более такие, знаете, по дизайну проекта, почему Arizona Mobile до сих пор всё это не сделал? И вот, наконец-таки, выходит новость о том, что Arizona Mobile таки взялись за доработку своего мобильного клиента. И сейчас я, давайте, я не знаю, покажу вам все вот эти вот интерфейсы, диалоговые окна, всё вот это вот прочее, вы посмотрите, и такие типа, о, а это же круто, это же будет классно, я же на всём этом буду играть, буду наслаждаться, и вообще всё будет хорошо, прекрасно, и, возможно, даже я тут останусь навсегда. Первый скриншот это у нас, знаете ли, то есть я бы, если бы мне не сказали, что это на телефоне, я бы подумал, что это компьютер с первого взгляда. Вот ты смотришь, и действительно, то есть меню практически как на компьютере, возможно, тут вот это вот Close и Buy, вот эти вот все кнопки, они выглядят немного такие, знаете, ну, вот они немного палят то, что это телефон, тем не менее, выглядит всё, вот прям, знаете, круто. И причём, ну, вот в стилистике Arizona RP я бы ещё, знаете, добавил, возможно, прозрачность ко всему этому диалоговому окну, но возможно, что разработчикам и вообще тем, кто делает все вот эти вот диалоговые окна для Arizona Mobile и для Arizona RP, потому что на Arizona RP вот точно такие же диалоговые окна, если кто-то из вас, возможно, не знал, то, возможно, им намного виднее всё это, то есть всё в таком более сдержанном стиле у них происходит. Ну, типа, происходит и происходит, мне без разницы. Потом телефон, на мобильной версии телефон, то есть он выглядит тоже отлично, но прям, вот знаете, он увеличен, конечно, но мне кажется, что всё равно на маленьких телефонах попадать по этим клавишам будет прям, у вас тут какой-то биткоин появился, что это такое-то, я даже не знаю, обновление какое-то вышло недавно, биткоин, смотрите, какие-то вот это вот, ВК, коин, по-моему, всё остальное я вроде как знаю, но биткоин, это прям вот нужно будет зайти посмотреть, что это такое, потому что я в телефон на Arizona RP не заходил уже, наверное, месяца два, и я не знаю, что там появляется, что там не появляется, и ярлыки бы немного, вот эти вот иконки приложения, их бы, так знаете, слева направо, а не справа налево заполнять, но, возможно, опять-таки, чувакам намного виднее, что нужно для Arizona Mobile на данном конкретном этапе. Следующее у нас, это, я как понимаю, крафт оружия, потому что мы тут видим материалы, и мы можем, типа, там, взять Take, или там нажать Exit, или сделать, вот, то есть, выглядит максимально отлично, то есть, прям как для телефона, ну, вот, замечаю, возможно, что всё это заскринило на ПК, хотя, как это возможно? Да, я не знаю, но потому что, реально, вот на текстуры, посмотрите, они выглядят как текстуры на ПК, потому что на телефоне оно всё только смазанное, всё какое-то урезанное, непонятное, плюс ещё, там, знаете, у всех телефонов разные такие вот эти вот соотношения, ой, не соотношения сторон, а разрешение экрана, то есть, оно прям разное, и я прям смотрю на всё это, и так, типа, ну, неплохо, ну, же, прям замечательно, вот, и смотришь, и ты понимаешь, что замечательно же, типа, классно, Arizona Mobile Roleplay, как обычно, постарались, сделали, вернее, даже не Arizona Mobile Roleplay, а это Arizona Games, игровая компания, игровая, можно сказать, даже уже студия со всем этим, потому что, ну, реально, диалоговые окна, хотя бы вот эти вот основные, по типу доната, по типу крафта, вот этих вот всех оружий, по типу, возможно, там, телефона, и дальше, может быть, пойдёт инвентарь, всё это нужно было сделать уже очень давно, и мне непонятно, почему они сделали это вот только сейчас, но лучше, я всегда считал, когда меня, знаете ли, через пару дней поздравляли с днём рождения люди, такие, типа, блин, не увидели, там, просмотрели и так далее, я говорю, ничего страшного, лучше поздно, чем никогда, мне вот 19 лет недавно, блин, как же время быстро летит, вот, и типа, ну, прям, ужас, просто ужас, я про свои года, а про всё остальное, разумеется, прям выглядит замечательно. И последнее, это у нас VK Pay, теперь оно почему-то всё, ой, не VK Pay, а VK Coin, теперь оно почему-то всё, знаете ли, по середине находится, хотя до этого телефон был справа. Возможно, будет возможность перемещать всё это, и мне бы хотелось, вообще, знаете, на компьютерном GTA Samp Arizona RP, на нём диалоговые окна, они такие, знаете, какие-то вот в гамме красного, то есть, красно-розовое, красно-там ещё какое-то вот это вот всё прочее, то есть, там диалоговые окна, они прям так покрашены, и хотелось бы, чтобы на телефоне было точно так же, то есть, понятно, что окно доната, окно там вот этих вот всех прочих вещей, с этим-то всё понятно, но сами вот эти вот диалоговые окна, допустим, меню MM, там, я не знаю, ещё какие-то вот эти вот прочие меню, хотелось бы, чтобы они были покрашены в такие цвета, знаете ли, проекты, и я изначально думал, что цвета проекта, это такие, знаете, красно-синие, Оказывается, что это красный И вот там 50 оттенков красного Можно вот как-то так все это обозначить Потому что по-другому, ну я не знаю Я думал, что вот все это на самом деле будет по-другому То есть будет красно-синяя, красно-голубая и так далее А тут оказывается, что это красный Вот я не знаю, красно-розовая 50 оттенков красного И вообще, знаете ли вы, что интерфейсы Фейсы на интерфейсе можно двигать На Arizona R&P Недавно про это еще у меня был отдельный видеоролик Про то, что фейсы на интерфейсе Их можно будет двигать туда-сюда Отдельный ролик я записываю про это Поэтому, если вы хотите узнать и узнавать и делать какие-то прочие выводы на основе всего этого раньше остальных, то подписка, колокольчик, лайк, как говорят все успешные GTA-самповские ютуберы, а я, разумеется, хочу стать успешным GTA-самп ютубером, как Владислав Павлов. Помогите мне прийти вот к этой моей мечте, поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите свой положительный или отрицательный комментарий. Больше четырех слов, осмысленный обязательно, то есть не надо там писать просто какой-то набор слов, а типа там ролик отличный, понравился класс, супер, ты прям крутой, ждем ролик завтра в 20.00, вот что-то наподобие того можно написать. Однако, ладно, я играл на проекте Arizona Rollieplay Phoenix, вся дополнительная информация находится в описании, там же мой никнейм, там же мой промокод и там же ссылочка на мой телеграм-канал, она там тоже есть, подписывайтесь и все у вас будет хорошо, замечательно и, возможно, даже классно. Поэтому, спасибо за просмотр, всем до свидания и пока. Субтитры сделал DimaTorzok